всем огромный привет добро пожаловать на мой канал наконец-то в питере наступила весна девочки такая классная у нас погода для апреля мне кажется для питера это просто супер погода у нас в этом году вообще весной практически не было слякоти это круто вообще я не знаю я прям балдею солнышко плюс 13 вчера была тоже по-моему плюс 13 в общем просто какая-то я не знаю уже прямо летом пахнет девочки уже цветочки у нас некоторые начали распускаться на вот эти первоцветы все вылезают травка начинает вылезать в общем я не могу просто настроение конечно вообще на все 100 я еще вчера перестирала все все зимние куртки какие-то штаны и там зимние все вообще все собрала все убрала обувь перемыла тоже все убрала и в общем класс вчера правда целый день с этим провозилась сегодня все то что настиранное раскладываю мама у меня уже вовсю уходят в огород ну так у нас огород и такой как не огород да вот но еще она там какие-то веточки подрезает там в общем все то есть уже у нас прям летом летом пахнет надо будет нам с мамой съездить в обе купить всякое там цветочки мы хотим гладиолусы посадить с мамой в этом году вот потом в общем посмотреть что там есть интересного поедем потом вас возьмем с собой но на неделе на среде недели когда детки будут в садике в школе чтобы мы спокойно с мамой побродили это у нас не выдерживает обычно все так погода вообще он видите какое солнышко класс вообще настроение просто на все сто еще кстати да мне на девушка написала хочется шашлыка да мне тоже очень хочется шашлыка мы хоть и живем за городом но зимой крайне редко его готовим не знаю почему наверное наедаемся летом но сейчас хочется нам быть тоже тоже надо купить мясо на шашлык в общем на следующей неделе да вот ну и сейчас я вам хочу показать пустые баночки бытовой химии все то что у меня закончилось очень много кондиционеров закончилась конечно же потому что все перестирала вот ну и покажу немножечко наши цветочки и вот быстренько хочу вам показать я уже сказал что я все постирала перестирала тут все и вот столько у меня всего закончилось закончились кондиционеры от faberlic из всех вот этих мне понравился вот этот больше всего кондиционер и вот этот вот этот я стираю для того что ну когда вот белые рубашки стираю вот наливая вот этот кондиционер буду его заказывать еще раз и вот этот мне очень сильно понравился многие девочки его хвалят вот такой розовенький с арома капсулами тоже здоровски вот этот мне по аромату не особо понравился но я не люблю такие сильно пряные ароматы поэтому может быть и не особо понравился ну так тоже неплохо вот эти два сто процентов буду заказывать любимый мой кондиционер на 365 дней я им стираю пледы и подушки я не знаю какую-то одежду которая вот мы носим здесь по участку когда ходят у меня дети да или мама или я то есть такие вот рабочие скажем так куртки могу рабочие какие-то перчатки им постирать все вот такое вот ну такое вот стираю вот этим кондиционером мне нравится он конечно очень расходный лить его нужно много но класс я буду покупать как раз вот для таких целей также закончился такой стиральный порошок для цветных тканей классный буду повторять сто процентов также вот такой лоск я покупала в ленте его неплохой кстати неплохой очень даже в принципе мне понравился может быть даже тоже его еще куплю и ванишь мне не нравится ванишь я знаю что многим нравится но мне к сожалению нет с белыми рубашками он не справляется вообще не справляется мне больше нравится лентовский вот его брать больше не буду буду все время брать лентовский и еще faberlic попробую заказать также хочу вам показать я тут навела так сказать организацию хранения своих украшений всех украшений и заказала на алиэкспрессе вот такое такие две штучки вот эту и вот эту это мой старый чемоданчик здесь у меня теперь хранится в общем сложила всякую разную свою бижутерию которую я кстати крайне редко ношу но выкинуть что-то у меня рука не подымается вот беру кстати с собой куда-то вот если в поездке ездим то я не ювелирное украшение а бижутерию с собой беру в общем заказала вот такой чемоданчик ну или как коробочку вот такой классно посмотрите и организовала сюда все свои сережки уже правда бардак навела сама же все свои сережки колечки все что у меня есть на данный момент и у меня кстати есть кое-какие новинки напишите интересно вам если я сниму видео о новинках из магазина sunlight покажу вам все поближе и вот здесь вот тоже так с этим бусы моей мамы она мне их отдала а вот они меня их не ношу но они у меня висят это из граната по моему вот сюда я на верхний ярус повесила цепочки все свои с одной стороны серебро с другой стороны золото повесила и на нижний ярус я повесила браслетики то же самое с одной стороны золото с другой стороны серебро вот это кстати бижутерия но я ее ношу это мне дарили вместе вот с этими часиками я помню уже как-то как-то показывала с этими часиками то есть в комплекте шло вот такие три браслета это мне давно кстати подарили и я их периодически и нашу они конечно ну не выглядит золотом но хотя может выглядят не знаю но иногда я их нашу одеваю сюда правда пока положила свои часики потому что ну как-то не знаю пока их как их организовать в общем такая классная штучка я вам ссылку на нее оставлю внизу в инфобоксе но мне очень нравится когда вот такое хранение когда вот я открываю и все у меня видно я просто рассортировала здесь у меня золото здесь у меня серебро и то есть я как бы подбираю под свой наряд скажем так какие-то сережки украшения класс мне очень сильно нравится я прям кайфую и вот здесь у меня на полочке все замечательно стоит то есть подошла выбрала отдела я обожаю такую историю не люблю когда у меня все сложено в одном месте а в особенности цепочки они мне вообще всегда постоянно путаются между собой браслетики тоже какие-то тоненькие путаются а так они висят ничего не путается все на глазах все носятся я обожаю вот такую историю так что вот эту коробочку по крайней мере я вам точно рекомендую то есть я сюда видите не только колечки даже снова но еще вот сережки положила точно класс мне очень нравится да и напишите мне пожалуйста снимать ли обзор на мои новенькие украшения вот например одни из них из магазина sunlight потому что но я смотрю как-то негативно многие относятся к sunlight и считает что всем блогерам все это дело рассылают и поэтому столько столько огромной рекламы но на самом деле мне никто не рассылает я все покупаю за свои деньги и ну не знаю мне кажется я не за сколько надо иметь подписчиков чтобы такая крупная сеть как sunlight вообще кому-то что-то рассылала мне кажется она никому не рассылает если что она сотрудничает со звездами да там дима билан например там рекламировал еще кто-то то как бы ну но не знаю в общем напишите интересно вам или нет и я с удовольствием сниму отдельное видео вот такой вот кстати у нас огород многие просили показать вот так вот у нас это дело выглядит по крайней мере на данный момент вот здесь клубника здесь клубника здесь клубника здесь клубника а там у нас земляника видите еще снег даже не растаял вот это она мама у меня чуть посадила чё бабушка посадила тут не жарила ничего вот тут посадила там посадила да чё она там посадила а там у мамы голубика растет голубика посадила и ёлка не курает а вот это кстати мои розы кто-то у меня спрашивал про розы ведь у меня одна какая огромная выросла я их только недавно раскрыла потому что только недавно у нас стало тепло вот а здесь вот эти первоцветы у нас растут надо будет все тут убрать вот и обрезать их буду чуть-чуть попозже потому что сейчас вот так вот выглядят на данный момент мои розы такие погнутые кое-какие ветки у них поломались из-за снега я так понимаю ну ничего они немножко у меня постоят в таком виде потом буду их уже обрезать да бона бона веточки грызет а ты голодная зачем ты веточку грызешь она и кстати не ест она и просто разгрызает дай палочку дай палочку дай палочку тебе говорят никогда не отдает палочку да никогда не отдает дай палочку дай палочку дай ты так не вытергивай зубы ей сломаешь ты не надо ты вот этот бы сюда бы этот бы сюда бы вот этот бы сюда бы он видишь вот так вот вот этот надо отсадить антон нервничает из-за него вам нужно во все военно-полевой работа да акина плотку бы посадить давай посадим да что цветочки во все если у нас будет свести а вот этот куст обрезать вот эти обрезать кончики или пусть он больше растет как ты хочешь я без понять вот это пока не открывать легко увидел меньше просто там цепочку кричит что им нужно было они искали цепочку чтобы им подвесить фигню вот эту боксер бабушка бабушки попить несешь но один устала моя кисечка на гулялся покушал спать и как надо ну на каспер к нам пришел и мы будем с тобой бабок вот так нагулялись будем теперь отдыхать маленький я надеюсь вам такое видео было интересно не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую и до новых встреч